Здравствуйте, дорогие наши зрители и слушатели. Здравствуй, Алексей. Для нам привет. Наш сегодняшний стрим, диалог, начнем с не очень хороших новостей, поскольку я смотрю всю эту неделю, наблюдала. Сначала Нэнси из Америки провоцирует конфликт Тайвань-Китай. Следующий конфликт, вот сейчас буквально на днях, я уже смотрю балканские, там у меня есть газеты, читаю от Косово, там начинается какая-то заруба. Мне полное ощущение, что сейчас все какие-то незавершенные конфликты начнут разгораться на полном, опять на горячую фазу. Очень, скажем так, опасные такие настроения. И я, знаете, я последнюю несколько диалогов с Алексеем, я перед тем, как пообщаться с Алексеем, я выхожу в чат-рулетку. Я где-то за час до того, как мы с ним начинаем общаться, я где-то час, больше я не выдерживаю в той чат-рулетке. Естественно, ставлю эту Украину, ставлю себе российский VPN, чтобы с ними коннектиться. И вот мы, значит, начинаем, я начинаю с ними общаться. И, знаешь, большой процент, конечно, людей, которые в таком страхе, я все время, знаешь, я им говорю, что я из Молдавии, да, позиционирую себя. Все время они когда спрашивают, как вы относитесь к войне Россия-Украина, я говорю, вы знаете, я никак не отношусь к войне Россия-Украина, потому что я отношусь к Молдове, да, меня интересует моя страна. Ваша страна, говорю, мне как-то особо, вы сами, там, говорю, с ними разосрались, сами разбираетесь. А, вот, я говорю, у нас когда война в Приднестровье была, мы же не ходили по всем парламентам, блядь, не колядовали, да, вступитесь за нами, дайте нам оружие, мы будем там, не знаю, что делать. Мы сами разобрались. Слава Богу, хватило мозгов у нашего тогдашнего президента и у президента Ельцина, да, каким-то образом подписать какие-то договоренности, вести миротворцев и как-то остановить этот конфликт. У вас, если этих мозгов не хватило, если ваше правительство, да, не, не, хотя и были там подписаны какие-то эти самые, у вас Минский, Шминский, я говорю, если вам не хватило вашему руководству мозгов остановить войню, а вот, которого длилось практически 8 лет, то, блин, кто вам доктор, ну, как бы, втягивать, вы втянули в свой конфликт практически всю Европу, я говорю, поверьте мне, что Европа вам спасибо за это не скажет, однозначно не скажет, даже если сейчас элиты европейские, да, они, как правило, все компраторские, а как оказалось, да, вот, если они сейчас, как бы, ведутся и прогибают свой народ, плюс СМИ, да, работают, то есть пропаганда работает, как-то свой народ прогибают, то это, поверьте мне, ненадолго, и люди не простят вам то, что они будут винить вас, они не будут винить, там, ну, допустим, свое правительство или еще там что-то, они будут винить вас, что вы втянули их в такое противостояние, в такое обмещание. А вот, еще следующий вариант, тоже, недавно общалась с одним итальянским, ну, моим соседом, он у меня такой, знаешь, умничка, адвокат, он разбирается, ищет, читает, смотрит, знаешь, он такой, знаешь, продвинутый дядька, и мы периодически с ним, он гуляет с собакой, мы периодически встречаемся с ним, знаешь, я бегаю, он гуляет с собакой, мы с ним как-то сидим на лавочке и обсуждаем текущие мировые события, он любит со мной почему-то обсуждать, вот, и, значит, он говорит, Тань, смотри, мне такое, говорит, ощущение, что на Украине, на Украине отточили вот эту технологию, говорит, которую сейчас используют у нас, вот, я, говорит, смотрел, когда, то есть, о том, что Украина срется с Россией, они же не знали, там, с 8-го или с какого года, они об этом вообще не знали, им как-то было по барабану, да, вот, никто не обращал на это внимания, а то, что, говорит, там началась консультация именно России и Украина, говорит, с того, что украинские, вот эти, украинских элит, когда Ющенко первый пришел, эти, эти элиты заставили отказаться от дешевых энергоресурсов, а вот, российских, да, тогда же, тогда, по-моему, Украина получала по 50 долларов, а потом пришел Ющенко, а Ющенко протащили через третий тур, то есть, в принципе, это был тогда Майдан, да, протащили через цветную революцию Ющенко, и тут же, значит, его команда поехала отказываться от газа, от дешевых энергоресурсов, то есть, а это, в принципе, уже было начало конца экономики, вот, и, говорит, у нас сейчас, говорит, происходит то же самое, наши элиты, наши элиты, да, посрались, как говорится, с Россией, это же еще долго военные операции началось начать, и сейчас началось, они начали отказываться от дешевых энергоресурсов, для чего, для того, чтобы убить свою экономику, ну, вот, начало конца экономики без дешевых энергоресурсов, и вот, вот, такие вот мысли у него, значит, он мне все это подает, но я-то об этом, как бы, и так знаю, но я ему об этом не говорю, он сам, понимаешь, вот, люди, которые здесь, итальянцы, да, которые, ну, скажем так, лидеры мнений, ну, люди образованные, да, которые, там, пытаются разобраться, что происходит, то есть, они сами приходят к такому логическому завершению, что украинизация Европы, вот, это же не даром это слово было, понимаешь, именно, вот, когда ты держишь, как говорится, как он мне сказал, держишь за яйца элиту любой страны, да, то ты, как бы, можешь прогнуть и страну, и даже весь, говорит, европейский союз, который был довольно экономически силен и укреплен, вот, и это вот так вот мне это выдают, знаешь, я говорю, да, действительно, так оно, и, говорю, и есть, понимаешь, тогда, я говорю, а к чему это все, а уже я начала ему говорить, я говорю, а почему именно так приходит, потому что, вот эти вот, скажем так, демократии, да, ваша демократия, которая вынуждает вас все время менять верхушку вашу, руководящую, да, каждые четыре года, следующий, 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 да, и вот таким вот образом разбалансировка идет скажем так правящих элита которые там ну не успевают то есть ну все-таки быть президентом там или каким-то руководящим человеком надо ни один год а не два не три то есть первые четыре года человек попадающий в эту структуру да он только начинает там как в чем-то разбираться а его следующий менять следующий менять то есть они как таковые не не управление они какие-то там и пиарщики я не знаю менеджеры даже не менеджеры какого-то не знаю какого звена но они не управленцы не те люди которые управляют страной он он до сих пор вот он знаешь он и до этого смотрел на личность путина как на нечто нечто такое чему надо подражать да то есть он бы хотел такого президента у себя в стране ну вот и после вот это вот начало этой операции он какое-то время был немножко шокированный говорит что вла он у него владом называет грит влад сошел с ума зачем он это сделал там ты сначала он не понял да а вот сейчас он приходит к мысли что если бы он был владом он бы сделать сам вот ну вот такие вот как бы настроения но самое главное конечно это у нас сумасшедшая жара которая были на спорбать все кондиционеры и прочее прочее которые сжирают все эти газы которые у нас там на запасе что будет зимой никто не знает вот и в общем панические скажем так настроения виталий ну как бы логично как бы логично причем обратить внимание как сказал дядя Вова со всем уважением мы еще ничего не начинали мы никому еще ничего даже не объявили эти там несчастные сломанные турбины я читал переписку который между Газпромом и Сименсом но ты знаешь Сименс там выглядит очень хреново у них там реально проблемы с этими турбинами и наши там в общем которые требуют определенных гарантий и еще много всего плюс ко всему прочему я так понимаю что за ремонт надо будет платить понимаешь поэтому наши прежде чем платить за ремонт хотят получить гарантии что это турбины не будет отключена неожиданно раз второе то что потом на как не появятся дополнительные санкции на какие-нибудь запчасти еще чего-нибудь и плюс там честно говоря реально вот народ из тех техников которые пишут ну там комментарии они очень потом были перечислены право этой претензии к Сименсу они там серьезные знаешь народ как-то даже удивлен что такая дорогая техника и она вот таким образом себя ведет ну ладно господством это вопрос для специалистов а ты поднял вообще шикарный вопрос первое знаешь когда там вот и в стримах разговариваешь на чат рулетки с этими ребятами и они задают тебе вопрос как ты относишься к СФО ну к военной операции а ты знаешь я здесь нашел шикарный ответ где-то в интернете кто-то написал так на вопрос когда мне украинцы задают как вот ты относишься к СФО он говорит я отношусь точно так же как вы к АТО все 8 лет да мне насрать где-то кто-то там чего-то но говорю я хочу вам напомнить что в свое время Порошенко же это летучая его фраза да ну я там не дословно но слышал что вы будете ходить в театр они будут сидеть в подвале вы будете сидеть в кафе они будут сидеть в подвале ваши дети будут ходить в школу они будут сидеть в подвале так победили так вот оказывается подвал в подвал можно танцевать вдвоем сейчас все точность туда наоборот Это тот случай, когда перемога мягко перешла в зраду. Понимаешь? То же самое можно говорить, как они относились к войне в Афганистане. А как они вообще относились к войне в Ираке? Как? А чего они туда влезли? А там, извини, полтора миллиона трупов. Там три миллиона покалеченных и даже больше. Там пять миллионов беженцев. Страна вся разваленная, еще неизвестно, когда встанет. Чего вы там делали? И чего теперь хотите для себя? А не в Югославии. Да, и в Югославии, а в Приднестровье. Тоже где-то что-то как-то где-то. Поэтому, честно говоря, ответ точно так же, как в АТО, ставит все точки и закрывает тему. Мое ощущение. Слушай, потом по размышлениям твоего итальянца, который говорит о том, что развал Украины начался с Ющенко, когда они получили мировую цену на газ. Ну, так, не повышенно, они стали платить, как все в мире. После этого брохнула вся промышленность. А ты знаешь, в этом был не только идиотизм Ющенко. Ну, может быть, идиотизм Ющенко там было много. Но те, кто ему это советовал, они-то имели очень жесткую логику событий в голове. Вот смотри, одна из самых мощных мотиваций для украинцев и государственных, и всех остальных, держаться России, это были плотные промышленные связи, там, наши кооперационные и так далее. Все, что с этим связано. И вот эти руководители этих крупных предприятий, они кроме того, что понимали, как действует система, они были еще, в принципе, лоббистами сотрудничества с Россией. И, ко всему прочему, эти сильные предприятия, которые сидели на вот этих вот связях, они имели деньги. Для того, чтобы уничтожить пророссийский лоббизм, надо было что сделать? Лишить их денег. Как это можно было сделать не точечно, а массово? Это повысить стоимость на энергоносители. После чего посыпались все предприятия, которые сидели на российских операционных связях, потому что они стали неконкурентоспособными для нас. После чего рухнули ребята, которые выполняли какие-то лоббистские функции на разных уровнях. И после этого начался отрыв Украины от России. То есть в этом была логика. То, что понимал это Ющенко и не понимал, вопрос десятый. Но логика в их действиях, вот с этой точки зрения, она была железобетонная. Что-то аналогичное сейчас начинают делать и с Европой. Но есть нюансы. Дело в том, что если Украина все-таки была достаточно маленькая страна и население было буйное, но недостаточно буйное, то Европа привыкла жить хорошо. Украинцы там только начинали жить хорошо, у них еще не было этой привычки. А Европа уже привыкла жить хорошо и достаточно давно. И для них вот это понижение жизненного уровня это смертельно. И очень бурно они будут на все это реагировать. Смогут их задолбить? В принципе, за последнее время все-таки из них сделали стадо. А вот они, ну, такое концлагерь усиленного питания, как мы с тобой говорили. То есть они уже много чего боятся. Да. А кстати, знаешь, у тебя что-то, по-моему, кажется наушники немножко шуршат. Ты когда вот что-то их касаются, может быть там этот штекер надо посмотреть? Да-да-да. Вот когда начинаешь. А так? Нормально? Так нормальное. Он, знаешь, когда шатается, когда шатается, он его просто где-то зафиксирует, чтобы он не болтался. Где-то контакт не очень хороший. Просто нам потом выскажут, что это итальянцы там, провиски. Да-да-да. Здесь смотрел, знаешь, интересный, ну, последний там выпуск со Скоттом Ридером, а он разговаривал с какими-то американскими корреспондентами. И как раз, ну, он очень так молодец, мне нравится, как он формулирует. Или переводчик очень классный. И он как бы микширует все косяки. Например, у меня они когда бывают, здесь уже ничего, мы как пишем, так и пишем. А там переводчик может, в общем-то, как-то сформулировать покрасивше. Но, ты знаешь, шикарный был последний у него там этот выпуск. И что интересно. И они там рассуждают. То есть, американец, по-моему, европейец. И Скотт Ридер, он тоже американец. И они там рассуждают о том, как Европа залезла в эту жопу. И как она из нее будет выбираться. Потому что получается, что здесь хороших ходов нет. У них цуцванг. Что бы ни сделали, все хреново. А мы с тобой в свое время обсуждали о том, что выход есть, который можно достаточно безболезненно произвести, при этом почти не теряя лицо. Это обвинить во всем не своих политиков, не себя, а именно украинцев. И дальше, если анализировать эту ситуацию с этой точки зрения, то дальше должны начаться определенные действия. Эти действия должны быть с двух сторон. Ну, со стороны этого Евросоюза. Первое. Необходимо начинать, как бы это сказать, расчеловечивать украинцев. Для этого должны начинаться какие-то репортажи. Где там? По Донбассу. Еще почему-то. Еще почему-то. Несколько таких репортажей, кстати, у французов и у немцев было. Но они были на второстепенных каких-то каналах. И в Италии, насколько я понимаю, тоже это есть. Следующая эпопея. Надо создать ощущение вины для самих украинцев. Для этого на самом украинском телевидении должны появляться телевидение, ну или там каких-то независимых оппозиционных каких-то ресурсов, которые являются лом, да, это лидер общественного мнения. Должны появляться какие-то репортажи, где украинская армия и украинцы выглядят хреново. Это второй реппер должен быть. Почему? Потому что если вдруг Европа резко изменит свое отношение к украинцам, то есть даст какой-то шоковый контент, этот шоковый контент резко изменит отношение европейского плепса к украинцам и к беженцам, то у тех может быть шок. Шок, как правило, любая стрессовая ситуация, она может привести к агрессии. И тогда европейцы огребут агрессивную диаспору внутри своей страны. Нахрен это нужно. Надо сделать так, чтобы они чувствовали свою вину. Ну, с точки зрения банального. Поэтому есть два репера. Первый – это то, что сами европейцы начинают педалировать шоковый контент против Украины. Потом украинцы какие-то лидеры, которые находятся под контролем европейских политиков, спецслужб и всего остального, должны тоже педалировать такой контент. И третий – им необходимо юридически значимое событие, грубо назовем это расследование. Не просто какие-то, знаешь, репортажи в телевизоре, а должно быть что-то официально зафиксировано, какие-то преступления. Так вот, если собрать вот эту вот версию в кучу и посмотреть, существуют ли позывы в эту сторону, то, что я рассказал, то мы увидим следующее. Первое. У французов уже последние два выпуска «Радио Франции», такая большая, очень популярная студия, уже идут каналы, репортажи о том, что в Донбассе были совершены преступления, что Азов – фашистская организация, и у них это уже нормально обсуждается. У американцев это уже… ну, американцы в меньшей степени, но у некоторых, которых поддерживают Трампа, начинают тоже обсуждать, зачем мы поддерживаем Украину, потому что там тоже много преступников, которых надо расследовать. Но это пока у них там на вторичных таких каналах, которые, видимо, поддерживают Трампа, а это в пику демократов. Но, обратите внимание, у Шария вышла, которая находится в Испании и находится под контролем, ну, предполагаю все, что все-таки испанские спецслужбы, потому что ему там очень быстро, ему там задвинули что-то, дали ему там пенгли, когда он начал что-то говорить не то, что нужно. А вот у него уже вышло три репортажа с мариупольскими беженцами, ну, не беженцами, а с жителями Мариуполя, и там украинцы и украинская армия выглядят хреново. То есть, понимаешь, начинаются позывы вот в этой логике событий. И третья штука, то, что сейчас разбомбили вот эту колонию, как мы там, Еленовки, да, это же тоже маленький репорт, который ложится в эту схему. Почему? Потому что народ пишет, что, в принципе, в Еленовке были там какие-то, знаешь, простые рядовые, которые ничего не знали, какие-то там эти специальные схемы не знали, толку от них никакого, они уже все, что можно, рассказали. Нет. Дело в том, для того, чтобы осудить кого-то и на кого-то, скажем, набирать нормальный компромат, должны быть свидетели его преступлений. Эти свидетели преступлений, как раз вот эти вот третьи лица и есть. То есть, если сейчас начинается такой международный процесс, ну, или, предположим, с участием Европы в том числе, почему нет, там могут с европейской какой-нибудь страны приехать, потому что им нужно соскочить с этой серьезной проблемой, потому что они все орут по всем своим СМИ, причем очень серьезно, они орут, что впереди у них тяжелая зима, что у них разрушается экономика, представители экономики говорят, что, ребята, вы не понимаете, мы теряем просто промышленность, мы даже, дело не в том, что будет мало газа, проблема в том, что газ будет по какой цене. Да, мы не замерзнем, но если газ будет по две тысячи, а для нас, для них кто-то писал, что у них даже, ну, такая, знаешь, цена отсечения 870, по-моему, чем-то там долларов за тысячу кубометров, это уже хреново. Мы становимся неконкурентными, мы неконкурентные, у нас сыпется промышленность. Сыпется промышленность, безработица, и пошло все по схеме. Поэтому вы будете в тепле, но без работы некоторое время. Потом нечем будет платить, потому что у вас работы нет. Вот, поэтому там раскручивается маховик очень серьезных проблем. И сейчас, вот даже с прошлого раза, вы, что мы с тобой говорили, буквально неделю назад, вот сейчас таких статей уже, ну, то, что я прочитал, наверное, штук 8. Причем крупные такие издания, немецкие, там, французские, англичане в том числе. Американцы это обсуждают, они все удивлены. А потом это же бывший вице-канцлер Австрии сказала, что мы выстрелили себе не в ногу, мы выстрелили себе в легкие, мы сейчас задыхаемся от тех последствий, которые будут. Понимаешь? Им сейчас это надо соскакивать. Поэтому они вполне могут войти в такую комиссию. Но для такой комиссии нужны свидетели. Ты даже можешь им показать видео допросов, но видео допросов это не является свидетельством. Может человек суфлю рачит, читает. Или может нау наизусть, может он вообще не тот, кого за себя выдает. То есть должна быть юридическая база для того, чтобы начать вот эти обвинения обсуждать уже внутри Евросоюза. И вот все эти реперы, они уже выстрелили. Они сейчас пока еще не массовые. И в этой логике как раз уничтожение вот этой колонии Еленовки, оно тоже логично. Почему? Потому что они уничтожили первичных свидетелей, которые могут уже рассказать о том, как это было с их стороны, потому что они не заинтересованы. Они не командиры, они не получали сумасшедших зарплат. У них не было каких-то перспектив, у них не было тайных договоренностей там с Зеленским, там еще с кем-то. Понимаешь, они просто тупо стояли там на вахте, или они там были патрульными, или они были расстрельной командой, или они просто кого-то закапливали. Понимаешь? И вот их по ним сейчас и долбанули. И это укладывается в логику того, что процесс создания вот этого вот, назовем его, нового Нюрнберга, он идет. И он настолько серьезный, что даже долбанули вот так вот. Как бы это все не звучало, какие бы оправдания не придумывали, но уничтожать своих пленных это уже все, это днище. Ну, значит, им же надо было это сделать. К тому же в Еленовке сидели только азовцы, но потому что азовцев очень удобно кошмарить. Они там все нацисты, у них там на шлепке, на колбке, все остальное прочее. Потом выяснилось, что волгал из них никто не хочет. Каждый мог взять там в руки противотанковую мину и убиться там об асфальт. Никто же не стал этого делать. То есть ребята такие уже сломлены психологически. Там же много лагерей, где куча военнопленных, и они тоже недалеко от фронта. Их тоже можно было долбануть. Не обязательно было долбануть эту Еленовку, достаточно было долбануть какой-нибудь лагерь военнопленных, который находится просто в металлическом бараке. Он и разрушится быстрее, и поражений больше нанесет, чем долбить, знаешь, вот это закрытое помещение кирпичное. Ну, туда же не стрельнули. Это говорит о чем? Что они опасаются этого процесса. И опасаются очень обоснованно. Потому что когда он начнется, это будет как раз вариант выхода Европы из этого Суслана. Но это ладно. Здесь по поводу, знаешь, еще чего такого интересного было? Блин, что-то вот сказал, я такое думал, надо обязательно с тобой это обсудить. Вот прямо вот сейчас. И забыл. Потому что склерозник уже начинает. Видишь, много ем чего-то жирного. Так, это я сказал. Слушай, ну здесь же еще приехал Шрёдер. Приехал Шрёдер. Да. И как бы приехал, версий несколько. И ты знаешь, некоторые говорили там сдаваться, категоряться и все остальное прочее. А я думаю, нет. Ну, мои ощущения, что все-таки это идет синхронизация процессов. Это идет консультация, синхронизация процессов. Потому что по тому, какая началась истерика в экономическом и следующем, это Германия. И истерика именно, знаешь, нагнетание истерики для простого пикла. Как они там везде начинают скупать дрова, там цены на дрова растут. Как это кто-то там покупает печки. Я могу сказать, я как бы разговаривала с у меня, ребята в Германии живут. 4 августа они все идут на процесс демонстрации, выходит против этого шоутина. То есть они прямо собрались. 4 августа что-то грандиозное. Слушай, ну ты видишь, как интересно. В принципе, все идет как бы по логике событий. То есть прокси-элита, проамериканская элита Европы начинает систематически сноситься. Для этого надо было создать эту истерику, создать этот ужас-ужас-ужас. Естественно, все в это играют. И вообще, если посмотреть то, что мы с тобой говорили, что у многих ощущения, ну не то что ощущения, а ожидание было от военной операции, что это будет операция захвата. А это операция износа. То есть это будет война на износ ресурсов. И с точки зрения, если это операция на уничтожение ресурсов противника, то она идет абсолютно логично. То есть вы занимаете места с хорошей логистикой, вы вынуждаете противника логистику растягивать максимально на большие расстояния, что позволяет ее уничтожать на любых дистанциях. И вы просто тупо перемалываете, перемалываете, перемалываете. И в этой тогда логике событий получается, что в принципе наши вот эти все позиции, которые мы сейчас занимаем, они пока оптимальны. Потом, когда, конечно, будут перемолоты максимально народу, дальше, видимо, пойдут уже по чистому полю, по оперативному простору. Но сейчас, видимо, пока еще считают, что это рано. А вот по поводу Шульца, вот с кем я здесь разговаривал, с народом, все считают, что Шульц представитель стала старой европейской элиты, причем доверенный человек, которого Путина знает непосредственно. В принципе, другой кандидатуры. Еще говорили, что вот эта вот канцеля, вот эта вот бывшая вице-канцеля Австрии, девушка, на которой он был на свадьбе, вот это вроде она еще могла приехать. И, честно говоря, рассчитывали на нее, потому что она преподаватель там какого-то университета, что-то такое, и она типа может, ну, разъезжать достаточно спокойно, пригласить на лекцию в МГУ, и все, и можно поговорить. Ну вот, но, видимо, все-таки статус Шредера был повыше, и, видимо, доверенность к нему выше, и приехало. Поэтому народ считает, что сейчас начнется координация действий их и нас, чтобы мы первые не сделали какое-то резкое движение, которое оттолкнет, а нас отбудут к этому подталкивать. А они со своей стороны должны синхронизировать свою информационную подготовку. Вот, видимо, вот те забасовки, которые начнутся, все, что с этим с этим. Вот народ ощущение вот такое. Потому что у Европы, если она идет этим путем, которым она сейчас идет, у нее там, ну, хреновая перспектива абсолютно, просто хреновая. И это очевидно уже абсолютно всем. Американские все вот эти эксперты, которые, знаешь, там обсуждают, военные, экономические, они все и западные, и немецкие, и ваши итальянские. То есть о том, что они идут к катастрофе семимильными шагами, понятно всем. А когда это понятно всем, то, значит, будет желание попытаться этот процесс затормазить. Что вот сейчас мы должны наблюдать. Поэтому Шрюдер – это оптимальный вариант для синхронизации действий вместе с нами. Потом, что еще? Здесь интересная такая информация, что… Ну, как интересная информация? Ну, тоже опять такой репер, это как бы размышление. То есть здесь нет никакого инсайта о том, что, например, Воронежская область отвечает за, как шерство взяла, над некоторыми районами Луганской области. И, по-моему, даже над Луганской, это точно не могу сказать. А вот, и отсюда возникает вопрос о том, что если далее в дальнейшем будет присоединение вот этих вот районов к России, то оптимальный вариант их присоединять через укрепление уже, ну, укрепление уже готовых областей. Тут Воронежская, наверное, может присоединить Луганскую область, как два района каких-нибудь. Какая-то, может быть, часть Луганской области отойдет, ну, я не знаю, Долгородской, ну, там в зависимости от границ, как они там расположены. То есть укрепление регионов позволит, первое, взять под контроль финансирование восстанавливаемых регионов, а во-вторых, оно не как бы разрушит те уже элитные цепочки, которые проукраинские все равно, потому что они так или иначе были в связке со Старой Украиной. То есть, понимаешь, это разломает уже существующие связи, которые для нас не сильно интересны. Плюс ко всему прочему, в этой ситуации получится, что финансирование получает основной регион донор, и эти, в рамках восстановления этих районов. И тогда получается еще и связь по мотивациям, и связь по давлению, и связь по взаимным интересам. И все это можно уже встраивать частями в действующую структуру. Мне кажется, что через некоторое время, наверное, будет какое-то такое обсуждение по этой теме. Ну, где-нибудь туда поближе, я не знаю, к ноябрю, что ли, может быть, к октябрю. В октябре, да, у них референдумы запланированы? Да, у них будет референдум, они, соответственно, на присоединении, после чего, вот мое ощущение, что это оптимальный вариант. То есть, не присоединять уже к готовым агломерациям со своей властной структурой, со своими внутренними, горизонтальными, там, всякими смутно организованными связями, а разорвать их на несколько частей, и вот этими частями присоединять уже к готовым областям, к готовым административным структурам. Вот тогда можно будет... То есть, ты думаешь, Луганскую область не будут делать, да? То есть, будут делать именно... Мое ощущение, что это будет какой-нибудь там 2-3 района Воронежской, или какой-то там рядом, кто-то еще будет. В общем, как-то, знаешь, это между этими разобьет. С точки зрения управления это правильно. Понимаешь, тебе не надо формировать и контролировать то управление, которое уже за смутное время наработало кучу отрицательного опыта. Во всяком случае, вот то, что я знаю по Донецку, простые жители управления Донецкой области очень сильно не любят. Ого, не любят не то слово, это ты мягенько скажешь. Да. Поэтому, если их вот этой всей толпой кривых, кривожопых и криворуких засовывать, то там ломать не переломать. А вот если их порвать на части, каждый район отдать в свои области, а в этой области уже сформированы элиты, сформированы механизмы управления, контроля, там все уже есть. И, главное, там сформирована уже государственная, федеральная система финансового контроля. И спускать им вот эти деньги, и придут вот эти управленцы, и они уже будут знать, ради чего они приходят. И те, которые остались на местах, им придется заново переформатировать все свои отношения. Вот это, наверное, будет правильно. Ну, это мое размышление, не знаю, как там поступят, но кажется, это будет логично. Вот. Что еще такого интересного? Слушай, ну вот меня, честно говоря, очень сильно удивило и порадовало то, что наши организуют военные игры, такие, знаешь, игры, учения. И в этих учениях будут принимать участие 32 страны. Ну, там на разных территориях, то есть там и в Китае будут какие-то части учения, какая-то в России, там даже в Венеции, что кто-то будет биться. Еще какие-то страны принимают. Но участие 32 страны мира заявили свое участие вот в этих военных играх. А по сути, что это будет? А это будет демонстрация и реклама российского вооружения. Тут же будут показывать, как это все работает. И тут же они с ним будут знакомиться и получать определенные навыки. То есть сейчас начинает формироваться то, что мы с тобой говорили, что самый страшный сон Запада, это когда начнется формироваться антизападная коалиция планеты. А это, извини, 7 миллиардов потенциальных членов. Ну, имеется в виду, если так виртуально поговорить. Понимаешь, и вот сейчас мы в военном плане начинаем всю эту фигню формировать. Это, конечно, очень интересно. Ну, и то, что, знаешь, сейчас обсуждают все эти наши финансовые проблемы в России. Потому что у нас же есть несколько тем, которые очень плотно обсуждаются. А это о том, чтобы как можно дальше дойти от долларовой системы, сделать рублевую систему максимально независимой. Ну, и там много-много чего. Тут же и золотая биржа ее обсуждает. Это очень мощная будет вообще вещь. Если мы сделаем свою независимую от лондоновую золотую биржу, то это, конечно, будет основой будущей такой, знаешь, как бы антизападной финансовой системы. Потому что она будет обеспечена золотой эквивалентом и все, что с этим связано. Но дело даже в другом. Дело в том, что сейчас, если мы принимаем на восстановление вот эти южные, ну, часть там, Малороссия-Новороссия, ведь получается, мы все равно берем на баланс страны дополнительные активы. Там есть куча нюансов отрицательных, потому что народ понимает, что сейчас вместо того, чтобы построить дорогу где-то в деревне, мы будем деньги отправлять туда, и рабочих будем это отправлять туда. У нас же одна из проблем строительства и, ну, скажем, улучшения инфраструктуры, это отсутствие квалифицированных людей для того, чтобы поднять все эти темы. То есть все, кто занимаются государственным строительством, каких-то серьезных объектов, они знают, что желающих делать много, способных меньше в разы. Те, которые возьмут деньги, убегут, те, которые возьмут деньги, накосячат, потом просто не их переделают, те, которые возьмут деньги, накосячат так, что потом их надо расстрелять и потом все равно переделать, таких как говна за баней, как говорится по весне. А вот те, кто может делать, их мало. И получается сейчас как раз вот эти трудовые ресурсы, которые нужны внутри страны для своих социальных интересов, они сейчас переходят, получается, на ручь в малоручь. Но это отрицательный момент. И все понимают, что деньги на налогоплательщик уходят туда. Начинаем платить пенсии тем, кто никогда в эту страну ничего не вкладывает. Потому что пенсия – это солидарная вещь. Но дело в том, что сейчас, взяв эти активы на баланс России, мы можем, как бы это сказать, мы можем под них напечатать дополнительные деньги без угрозы инфляции. То есть у нас на 25, ну там, на определенную массу, получаются новые активы, которые принадлежат страны. Под это можно напечатать деньги и впрыснуть деньги в экономику. То есть здесь есть, в общем, такой тонкий механизм, который позволяет нам контролировать инфляцию и, ну, минимизировать некоторые риски. Ну, так совсем так очень просто. То есть, как в любом деле, есть плюсы, есть минусы. То есть минусы, точнее, плюсы в этой теме тоже есть. Вот. И так, что еще? А в принципе, ты знаешь, таких событий-то не прошло. Вот ты бы сказал, кстати, по Китаю, я тебя вспомнил. Пилоти, когда поехал. И народ здесь, знаешь, сидел все и думали, вот как выйти из этой ситуации Америки и Китая. Почему? Потому что если Пилоти прилетает в Тайвань, ну, в Тайвань, и Китай ничего не начинает, он теряет лицо. И вот эта вся здоровенная работа с огромными финансами, миллиардами, там, десятками, сотнями миллиардов долларов, которые вложены в Африку, в Латинскую Америку, в Азию, они сразу начинают подвисать, потому что тот, кто претендует на лидерство в этом регионе, моргнул. Потому что если они и начали войну, то все. При всем том, что какой будет эффект от этой войны, не знает никто, потому что китайцы, ну, реально, нигде себя еще пока не проявили. А то, что они проявили там войне с Светланом, там как бы все грустно. Понимаешь? И если вдруг Китай моргает, он теряет просто сумасшедше. А с другой стороны, если Америка не прилетает, и она тоже теряет. И дальше возник вопрос, а как вот они будут из этого выходить? Ну, и сейчас то, что у Пелоси, знаешь, соответственно, там, ковид обнаружили, да, потом сейчас написали, что вообще-то в ее планах полет в Тайвань... Нет, сейчас вроде сказали, что у Пелоси тоже. Я почему удивился? Думаю, слушай, как далеко они считают. Знаешь, сначала сделали Байдена, а вот, ну, типа, знаешь, от него могла как бы и заразиться, все равно общается. Думаю, ну, как они посчитали так на будущее, знаешь, себе подушечку подложили. Ну, не знаю, это мои такие версии. Но вроде у нее тоже нашли. А теперь говорят, что у нее даже в планах не было в Тайване. И первое ощущение, что моргнули американцы. А с другой стороны, а, возможно, они торганули, то есть они с очень маленькой, в общем-то, угрозой, ну, такой несущественной, что-то у китайцев выторговали. То есть на втором пласту логики, вот смотри, китайцы понимают, что им надо реагировать. Военная операция – это удар по экономике, это удар по надежности, там, резерву, банку. Ну, в общем, много-много рисков, тогда по страховым всем рискам сумасшедшие деньги. Причем они воюют не просто, ну, в Тайване по идее, они напрямую воюют уже с Америкой. Потому что удар по Тайваню, Америка уже там обозначила, что она может во все это дело стрячь. То есть у них там прямой конфликт с американцами. Не так, как у нас по Украине. У нас там Европа, там, все эти поляки всякие, шелухонь так далее. И сразу возникают риски страхования. Ну, то есть много рисков, в том числе страхования. Страхование – это логистика. Логистика обрушения экспорта. Понимаешь? То есть последствия сумасшедшие. То есть риски просто обалденные. И на второй логике вот этих вот, я не знаю, как взаимосвязей вот этого события, получается, американцы пугнули, что они туда полетят. Китайцы понимают, что в случае этого события им надо вступать. Но им нет вариантов. Потому что если они моргнут и не вступят, то это все полная жопа. И получается, что для них риски настолько велики, что, наверное, было смысл о чем-то договориться. И американцы на таком маленьком событии, абсолютно несущественном, они что-то себе выторговали. Может быть и такая версия. Понимаешь? Здесь, в общем, неоднозначно. Сначала было ощущение, что ситуация очень простая. Кто не исполнил свои угрозы, тот и моргнул. А сейчас может получиться, что американцы сделали более такое, значит, хитрожокое движение. И они что-то получили. Посмотрим, что. Так, что еще? А в принципе, ты знаешь, вроде как ничего такого, в общем-то, не проходило. И ты знаешь, еще вот в русле, если вот как в Европе соскочить вот с этой вот темы, с этой темы имеется в виду с Украины, чтобы впоследствии не приближаться к этому финансовому и энергетическому коллапсу, то ты знаешь, им все равно нужно, кроме вот этой вот операции по расчеловечиванию Украины, им все равно нужен какой-то информационный повод, который бы переключил, ну, раз в Китае ничего не произошло, в Тайване ничего не произошло, нужен информационный повод, который переключит общественное внимание на какое-то другое событие. Что это может быть? Вот ты знаешь, вот что крутил-крутил в голове, вот мое ощущение, и то, что вот я смотрю по различным источникам, мое ощущение, что этот повод будет в Израиле. Будет какое-то обострение в Израиле. Косово не может быть таким поводом? Кстати, Косово тоже может быть. Косово может быть. Ну, Косово здесь больше, мне кажется, тактическое. Почему? Потому что, видишь, у нас очень нормальные отношения с мусульманами всего мира. Как сейчас выясняется. Благодаря там, в том числе, чеченцам. В этой ситуации, если сейчас Косово дадут пинок под зад, и они полезут на Сербию, мы за Сербию должны будем вписаться при самой хреновой логистике, которая возможна. То есть напрямую в Сербию мы прибыть не сможем. Европа помогает. Сербия тоже не будет. По понятным причинам. Здесь надо показать слабость России и много-много чего заставить нас еще на этом поле кувыраться. И еще, если вдруг мы будем помогать Сербам, то, соответственно, мусульманский мир войдет в противоречие с нашими интересами. То есть Косово это очень такая хорошая позиция для, видите, живодеров. Но Косово не сможет перенаправить европейское мнение. Почему? Потому что все-таки к албанцам очень плохое отношение в Европе. Они дискредитировали себя полностью. Ну, это албанская диаспора, это наркомафия, там все же с этим связано. А вот. Так что я думаю, что Косово это будет именно то, чтобы нам подгадить с мусульманами. Просто может возникнуть такая ситуация, что опять придется посылать кадыровцев. То есть мусульман будут нормализовывать мусульмане. вот как это будет сделано, я не знаю, но мне кажется. вот как он 30 лет назад, ваш, дядя Вова со всем отношением, просчитал вот эти вот дела с мусульманами, да? Да. Как он этому кадырову дал все, как говорится, ну, властные полномочия в плане республики. Он же в глазах мусульман, кадыров, он выиграл, как бы, ну... очень много. У них там мечеть там со священными этими какими-то артефактами есть в Чечне. То есть он там входит в очень высокое, очень высокое положение. Помнишь, он даже кадыров поблагодарил, по-моему, этого в Саудовской Аравии вот этого шейха или то он там за то, что его матери позволили сделать хад в какой-то закрытый, закрытый район специально для нее открыли. То есть ты понимаешь уважение к в общем-то очень небольшой народности на уровне всех кусульман, которые там дай бог миллиардов полтора-два. Чеченцев всех миллионов пятьсот-семьсот. А вот ой, миллионов тысяч пятьсот-семьсот. А вот по сравнению с ульсамайским миром это ничто. Но как он именно чеченцев воспитывает как он их направляет на какой-то то есть они должны там в мусульманском своем мире выглядеть геройски герои. у них ну да. Потому и такая информационная у него поддержка все их военные дела, которые они там делают и чеченцы у них вся информационная поддержка на весь естественно транслируется это на весь мусульманский мир смотрят эти мусульманы. Да, да, да. Я рассказывала про эту самую главную видеозапись, которую сами того не понимая сделали украинцы и выложили в сеть. Когда тот молится стоит, а этот его защищает. Понимаешь? Ну то есть этот охраняет чтобы там был... И это было очень такое показательное. Да, я думаю, что... Ну посмотрим, слушай, вот с Косово... Ну я что-то переживаю честно про Косово. Слушай, ну очень логичное. Очень логичное. То есть сейчас оторвать мусульманский мир можно только через Косово. Больше вариантов нет. Единственное полезло для Косовара. Закончится ли он полез в эту мусульманную мясорубку? Потому что сейчас ситуация совсем не та, что в 90-х. Сейчас они могут огрести так, что возможно их оттуда и выкинут. А вот может быть и такая ситуация. И потом еще неизвестно насколько они не в настоящее время. Когда мусульманский мир появляется шанс оторваться от этой колониальной зависимости от Запада. И тут получается Косовары играют за Запад. В общем-то говняя мусульманскому миру такую единственную возможность. То есть здесь еще надо считать. Но я думаю, что живодеры используют Косовары. А там дальше как получится будет видно. С нашей стороны мне кажется чеченцы если впишутся то можно загасить сразу в зародыши. То есть не переходя в межконфликции конфликциональные эти отношения. Слушай, ну а так в принципе все идет по плану как мы с тобой всегда говорили. Косяки будут, напряженка будет. Кстати вот я видел у нас сбросили с этого квадрокоптера с Севаскопа или сбросили какое-то взрывное устройство ушло. Ты знаешь ощущения я не знаю меня для кого инсайта я просто анализирую ситуацию ну как просто подумаю. Ты знаешь судя по всему там все как-то не очень хорошо. Потому что то что они сбросили это не является таким поводом чтобы отменять парад. Понимаешь сбросили что-то мелкое но побило там два человека в тяжелом состоянии ну в таком среднем. состоянии остальные все там я так понимаю очень мелкие раны от стекол и все потом бытовой квадрокоптер ну сколько он там может ну небольшой такой предмет он может скинуть по весу 100-150 200 ну не знаю понятно они там разные будут но все равно где-то в этих пределах не критично но по результату этой акции решили не проводить военный парад здесь сразу возникает вопрос то есть не соответствует реакция событию которое произошло здесь есть две версии либо это только начало еще где-то что-то могло быть либо пострадал кто-то тех кто должен обязательно на параде но в результате там не будет понимаешь какая-то вот такая диверсия надо смотреть потому что с точки зрения логики сбросили эту несчастную там не знаю волк это подствольная граната подствольная подствольная от автомата сбросили это не критическая вещь чтобы после этого прекращать такой парад наоборот даже нас не запугать и все остальное прочее парад прошел штатно но парад отменили значит первое существует еще какая-то опасность более серьезная либо пострадал кто-то из тех кто должен стоять на трибуне показывать много чего а его не будет и всем сразу будет понятно что что-то пошло не так а здесь отменили отменили а то что он ранен там кто-то я не знаю это предполагает ну и все и дальше там уехал в Москву там на совещании ну ладно это вот так вот ну да 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 она так все засасывает засасывает но видишь уже сами европейцы говорят что как-то странно потому что русские не применяют очень много того что у них есть и то что они даже применяли в Сирии почему и они начинают там рассуждать что да может готовиться к столкновению с НАТО некоторые пишут что вы знаете возможно русские решили не ограничиться Украиной они готовятся идти дальше и что у нас будет кстати Скотт Ридер там поговорил по поводу этих 300 тысяч там спецназов которые НАТО будет там собирать но их там высмел ну потому что все-таки он был военным инспектором и при НАТО и при ООН и плюс военная разведка морская там еще с тех времен и я так понял что у него много инсайдерской информации плюс он может читать документы плюс насколько я понимаю он общается с другими отставниками и их волнует то что реально они не соответствуют тем угрозам которые сейчас сами генерируют вот и он там высмел что и 40 тысяч этого силы специального назначения сейчас нет откуда они возьмут 300 вот и так далее кстати прошла интересная информация о том что увеличение нашего мобилизационного ресурса можно сделать через Северную Коре во-первых дешево во-вторых много то есть северные корейцы вот не знаю я прочитал две статьи в одной даже напечатали о том что типа было предложение от Северной Кореи что они готовы под ружье прислать в качестве знаешь интернациональной помощи так как в свое время Россия помогла то есть у них есть обоснование морально в свое время Россия Советский Союз помог им отстоять независимость и они готовы в том ответку зеркально прислать тоже ну там говорят от 50 до 100 тысяч они еще признали ДНР и ЛНР поэтому они могут с ними какой-то союз тоже заключать да ты понимаешь и вообще они такие ребята настойчивые так что ты знаешь мобилизационный ресурс кроме вот этих добровольных организаций добровольных батальонных групп которые сейчас организуют во многих разных областях могут еще эти приехать я уже не говорю ну теряются точно не смогут но корейцы могут легко им за это ничего не будет потому что им уже ничего сделать невозможно они и так уже имеют все но это да тоже вариант представляешь мелкими группами по 2 миллиона человек поэтому ладно и так посмеялись но суть в том что Скотт Ридер в своих этих интервью он пишет что вообще с точки зрения военной науки и то что сейчас происходит я перескажу немножко кто там не увидит он говорит следующее то что сейчас происходит на Украине это вообще уникальная операция по причине того что нормальная стандартная операция любого нападения на защищенные позиции это нападающие должно быть 3 к 1 один обороняющийся против него второй нападающий здесь говорит с точностью да наоборот и говорит самый большой шок это то что потери идут с коэффициентом 1 к 10 то что ну по идее нападающие должны терять больше потому что они выходят на защищенные позиции а вот здесь говорит вообще все на все произошло наоборот и нападающих в 3 раза меньше чем обороняющих и обороняющихся потери в 10 раз больше чем нападающих вы понимаете это уникальная ситуация а он анализировал ее по данным ЦРУшников открытых все остальное прочее вот это уникальная ситуация которая объясняется только ну в общем хорошей подготовкой и техническим оснащением российских войск потому что там приводит пример что даже буря в пустыне американцы заходили 2 к 1 то есть их было в 2 раза больше а в конце операции 3 раза больше они пошли по классике здесь все с точностью наоборот это тем которые там кричат все пропало все идет неправильно по поводу точных точных обстрелов вот мое ощущение что по Еленовски это все-таки был слив информации исходя из того что ДНР ну Донецкий давно уже находится в парадигме смутных отношений с укропами а вот кто-то просто пронес телефон в этот барак где сидели типа позвонить жене за маленькую денежку и туда прилетело все что прилетело по поводу кстати того же обретого моста который там через рядом с Херсоном честно говоря ничего там уникально сложного для того чтобы попасть туда нет если у тебя есть проход гражданского населения по этому мосту то есть ты едешь из машины бросаешь маяк он может быть размером с гайкой и меньше кто-то на нее обратит внимание типа от колеса там от крутой с гайкой где-то валяется никто ее поднимать тоже не будет и она как маяк в определенное время включается и наводиться будет очень точно поэтому ничего там такого уникального в этих Херсах нет если есть маяк можно навести чертовы слова понимаешь поэтому а так как через мост шатали все кому не лень этих маяков можно набросать до посинения поэтому к этому относиться с юмором ну то что с юмором ну спокойно это неизбежно так что вот в общем-то все я думаю что все что такого будет а ты знаешь что еще такой нюанс проскочил сейчас же украинцы объявили о том что они начинают эвакуацию мирного населения с Херсонской Запорожской области и это в общем-то грустная информация для жителей почему потому что те кто не сможет уехать они сами себе подписали смертный приговор вот а во время войны когда были эти партизанские рейды Ковпака делали то же самое немцы они по тем районам куда дивизия партизанская армия могла прийти они мужское население все оттуда вывозили потому что Ковпак пополнял свой личный состав местным населением причем очень существенно там вроде пока они шли там что-то не увеличились в два раза но точно не помню что у меня так это в голове отложилось то есть сейчас начинается вывоз мирного населения потому что именно для будущих республик именно мирное население и будет составлять основу и внутренней коммунити и внутреннего как бы этого социума будущих граждан работников и всего что с этим связано плюс ко всему прочему есть еще одна версия что если Украину готовить к обезлюживанию ну даже по тому же швабу надо начинать же не с западных ребят надо начинать тех кого не жалко украинцев типа не жалко африканцев тоже то в этой ситуации получается вывозя это население из этих районов и переказки в Европу либо в запад они будут усиливать вот эту вот составляющую для будущей той Украины которая может остаться в общем там много различных версий но по любому это все хреново для этих людей потому что даже под эвакуацию можно подвести ликвидацию всех типа уехали вот такая вот история ну а так в принципе все так что я думаю знаешь вот интересно было бы с твоей стороны чтобы ты там смотрел начинаются ли вот эти вот в информационном поле уже в таких официальных будут ли какие-то отрицательные информации по Украине потому что если только только она начнется значит уже этот процесс пошел пока понимаешь они как у нас сейчас во всех вот СМИ да официальных СМИ которые вот ну на этом самом главные СМИ они про Украину знаешь как про мертвого либо хорошо либо никак вот так понимаешь пока так вот ну а уже правильно сказал второстепенные СМИ у тех очень много информации и про зверство и про Мариуполь они же туда ездят все снимают и про вот эти вот мины недавно проскочил ну да да это вообще свинство такое вообще есть несколько каналов которые я отслеживаю именно вот второстепенные да такие вот оппозиционные итальянские там все это есть все все они показывают причем они очень показывают это подробно ну то есть мне такое ощущение что они просто готовят материал который потом могут запросто взять эти СМИ а ты знаешь если вот сейчас начнется энергетический кризис ну который все же ну как он начался да он идет то есть имеются те последствия для промышленности то холодильник и плюс телевидение победят любую тенденцию психологическую просто в очень короткие промежуты то есть холодильник уже рядом осталось только подключить телевидение но они начинают на самих беженцах как-то так знаешь посмотреть потому что их очень много и ну благо я тебе скажу что у нас в регионе я не видела чтобы они вели себя нагло они себя ведут так как их не видно они растворили но у нас и остальные беженцы так же себя ведут понимаешь у нас просто здесь такой регион видимо беженцам всем говорят что здесь все-таки мафия и любое скажем так пересекается от момента накосячил до момента битой мордой может пройти очень короткий промежуток времени ну поэтому они видно или знаешь им там на всякий случай рассказали что здесь есть вот такое всякое знаешь и они боятся просто как-то себя вести не так или ну и знаю но и прошлые беженцы у нас тоже особо не дурковали есть они есть да все но не без дистанцизма слушай ну я здесь смотрю несколько французских этих девушек ну которые живут там знаешь 15-20 лет вот но они там кто кого-то какую-то из них очень сильно достали она им сказала что вы знаете вот стрессоустойчивость французов она очень короткая ну то есть она уже заканчивается 3 месяца дальше вам сейчас уже относится безразличный пройдет некоторое время вас будут тихо ненавидеть вам ничего в глаза не скажут там будут улыбаться у вас будут тут тихо ненавидеть и вам будут вставлять палки в колеса везде поэтому говорит если вы вот сейчас еще живете здесь надо искать работу учить язык то есть ждать что вы так будете на пособии жить здесь вечно это идиотизм и потом когда вы начинаете здесь качать права ну там французы какая-то рассказывает ну русскоязычная когда вы начинаете здесь качать права вы должны понимать что люди которые живут на первом простые люди которые составляют 95% населения вам ничего не обещали вам обещали политики вот к ним надо обращаться за помощью а когда вы начинаете говорить о том что вам все должны здесь на этом уровне это ошибка эти да они проявили там сочувствие пока вот был первый хайп пока там всех насиловали ложечкой сейчас уже все успокоилось всем уже надоело вы начинаете вызывать раздражение и люди здесь живут не шикуют они вам помогали из тех своих последних кров которые у них они могли себе позволить но дальше будет только хуже и вы к ним никаких претензий предъявить не можем ваша война для них точно так же как где-то там хрен знает где вот да 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 и вот это вот да и ты знаешь еще такой нюанс что-то здесь смотрел кто-то стримы какие-то делал с этими с украинцами и у них когда они обсуждают русских россиян у них там основной знаешь такой тезис еще идет мы свободны вы там соответственно в концлагере у вас там царь мы свободны да мы за свободу все что угодно а помню как-то читал очень давно в принципе что там читал это есть такая народная поговорка очень всем известна у кого что болит тот о том и говорит нищий говорит о деньгах голодные о еде а раб о свободе если вы для вас свободны у нас здесь никто не орет мы свободны не свободны потому что это не имеет никакого значения ты просто не замечаешь как воздух дышишь да наверное какие-то вещи здесь говорить нельзя ну как нельзя ну морду тебя никто бить не будет посмотрят ну идиот но если конечно говорить все время публично ко всем приставать можно получить в морду но если этого не делать до факта где в задницу вот и поэтому никто о свободе это и не говорит а вот они все время поднимают вопрос о свободе и прям такой нашу стучную ребят да вы подспудно там оговорка по Фреду вы-то понимаете что свободы нет ну и кстати в качестве заключительной этой эпопеи тут попал на мантян извините вот просто один тезис у него прошел который она тоже повторяет очень часто а он тезис такой что никто из концлагеря сам не освободился поэтому рассчитывает на то что украинцы должны освободиться сами это идиотизм им надо обязательно помогать и должны положить свои жизни чтобы им было свободно и все что с этим связано а тезис кривой почему потому что из концлагеря нет выхода из Украины выход был ты мог встать поднять свою морщинистую задницу и поехать через Турцию через Белоруссию напрямую в Россию у меня было несколько знакомых которым когда меня спрашивали что делать у них там была недвижимость на Украине где-то там в Херсоне там было в Киеве было в Днепропетровске я всем рекомендовал продавать за любые деньги уезжать я говорю с горизонтом 5 лет там будет все очень хреново ваша недвижимость сильно упадет вот из четырех моих знакомых трое реализовали вот эту консультацию а одни там не успели не знаю по какой причине там то ли родственникам передали вот те которые остались там у них все у них там все очень грустно они не попали в этот под обстрелы ничего но они там где-то живут в городе в котором сейчас откуда все выезжают и там недвижимость можно купить раз там 5 дешевле чем то что они в свое время могли продать а вот все кто выехал из Днепропетровска из Киева там бабушек даже на вот у них все нормально я это к чему? к тому что право совершить какое-либо действие оно и право и ответственность лежит на том кто принимает эти решения то есть поэтому сравнивать с концлагерем из которого выхода нет и с Украиной там 14-го там не знаю 20-х годов некорректно и поэтому когда человек начинает делать такое кривое сравнение он манипулирует к тому же мы помним к тому же мы помним про Спартака правильно? Спартак смогли вот там реальные рабы не просто их там могли убить зарезать все что угодно но все равно подняли восстание и какое-то время отбивались ну ладно это так а ну и что по Карфагену Карфаген будет разрушен причем слушай здесь смотрел интервью ну как интервью а стрим какой-то французской радио причем достаточно хорошее и кто-то из ведущих ну там 3 или 4 аналитика между собой обсуждали что-то такое причем это достаточно такое популярное оно называется радио а вообще оно видео на канале идет как видео дискуссия и там кто-то из них сказал фразу я в общем смеялся и он сказал почти следующее значит Лондон это будет первый город по которому русские нанесут ядерный удар представляешь так что Карфаген будет разрушен все уже об этом это чувствуют звезду мы как бы свою держим в это смутное время то есть мы знаем куда идем зачем идем и когда мы будем в одном месте ну конечно мы об этом никому не скажем потому что мы не знаем а тот кто знает тот слава богу президент а тот кто не президент получает 25 а кто знает правильный ответ тот получит 20 лет так что к нам к счастью для нас тот кто знает реальный исход событий наш президент к тому же один из самых ну как самый опытный политик на планете кстати опять ремарка здесь помнишь это у финновы был этот Кэкканен по-моему президент Финляндию еще в советское время он там долго-долго был знаешь сколько он просидел в власти 25 лет это к вопросу о демократии о смене элит о смене политических деятелей и так далее причем какие-то были у него свои специфические привилегии ему там даже выделили какой-то там специальную резиденцию он там жил еще чего-то еще чего-то то есть вот так вот то есть любая система имеет свои исключения если это на пользу системе поэтому те кто орут что мы должны обязательно менять своих президентов там каждые 4 года ребята не надо они уже доменялись что у них сейчас элита просто дигидойлы дигидойлы настоящие через одного смотришь на них и думаешь господи ну не может быть чтобы этот человек управлял государством тот Джонсон чтобы ты был за рот как кстати а вот кстати ваша Санду сказала что в случае угрозы она призовет на помощь урганской армии да да я знаю я слышала она же не первый раз кто говорит она уже там подписала что границы патрулировать уже вместе с румынами значит уже румыны встроились в наши это самое да я тебе больше скажу у нас и так румыны по стране как у тебя дома шастают ну да даже не обсуждается нет такая ползучая оккупация единственное что надо ли это румынам понимаешь вот это да вот там история другая они и так страна уже которая знаешь осталась в жопе сейчас очень много людей которые вспоминают коллаборацию со Советским Союзом сейчас очень многие начинают вспоминать Советский Союз как они хорошо дружили с Россией как бы неплохо им пойти на восток потому что на запад им как бы дорогу и у них до сих пор в Шенген не втащили и до сих пор у них по-моему даже еврозоны нет у них евро есть но они как бы не вошли там есть какие-то нюансы да которые вот они еще не до конца европейцы румыны понимаешь их вроде бы взяли в эту нато их взяли конечно сразу поскольку это а в Европу они вроде как бы зашли но они еще понимаешь у них есть таможня между Венгрией и Румынией а это значит что Румыния еще не Европа Европа как настоящая понимаешь есть для людей преференции пожалуйста с румынским паспортом здесь можешь как с любым другим европейским себя вести понимаешь для работников ну как бы для гастарбайтеров пожалуйста да все двери открыты вот но именно вот как государство там таможня слушай ну это же вывоз трудовых ресурсов трудовые ресурсы это вообще золото планета страны я еду через всю Румынию домой я же тебе говорила я еду все время ну своим ходом да колесами вот я еду через всю Румынию и вот у меня бывают такие села а там знаешь как бы в Румынии мало автобанов и там все время вот идешь через через города дороги через города идут и ты вот заезжаешь вот в село вроде бы ну 8 часов вечера да еще не должны люди спать должно еще свет в доме гореть блин процентов 70 не горит света в домах ну то есть людей нет выехали где они где какие что там наши люди живут вот такое понимаешь дома вот едешь дом стоит большой многоэтаж он весь темный ну как может быть в 8 часов вечера ни одной лампочки не включено такое да вот так вот едешь ты понимаешь что мама не дури там никто не живет ну ладно в этот раз у нас коротенький стрел слава богу у тебя там жара и ты уже из последних сил наверное сидишь у нас получается что вот эти традиционные наши отпуска которые нам дают они у нас феррагосты это где-то ближе к 15 числу кто с 8 числа кто с 12 кто когда знаешь как уходит на 2 недели но блин как раз в это время у нас похолодание уже будет жара спадет а все почему именно это феррагосты именно в это время она как раз должна попадать в эту адскую пеклу а у нас уже адское пекло как говорится отгудело к тому времени ну будет такое понимаешь то есть но уже не я сама уже особо знаешь я только работаю у себя там что у меня так еще частные какие-то были работы знаешь но я уже никуда только у себя на работу по неделям больше и ничего больше никаких частных дел я не уберу ну ясно ну ладно в общем все идет по плану карфаген мы знаем завезда все где-то положено никто нас с пути не сольет да нечего обсуждать да такого кстати кстати знаешь я такая хохма мы с тобой как-то очень давно обсуждали что для украинцев правильное решение было бы нападать не на Россию а пойти в сторону Польши у них бы результаты были просто грандиозные и тут скорт ридер вот наш на этом стриме там с этими американцами все он говорит что вы знаете что если бы Россия а да Украина пошла бы на Польшу она бы ее прошла за 3-4 дня то есть начинается то есть понятно что сейчас это такая вот как бы как хохма прошла но как раз они обсуждали возможности украинской армии которые сейчас появились и то что если бы украинцы приняли правильное решение они бы смогли бы ну улучшить свои территориальные возможности завоевания если бы пошли в нужном направлении Польша уже свое отдала а новое еще не получилось в принципе они сейчас голые боты да 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 я подумал блин какие интересные все-таки логические выверки бывают а вот через некоторое время так что вот так то есть есть у нас с тобой какие-то такие направления логики которые постепенно прорываются в общественный дискорс потому что это все на поверхности это все просто это все то что логично то неизбежно так что все да все должны спокойно все идет нормально не волнуйтесь победа будет за нами все идет очень даже счастливо счастливо счастливо